Сплав ловкости и мастерства, непревзойденность и грация. На Магнитогорской арене новая программа, посвященная столетию Росгосцирка. Организаторы уверяют, яркие номера и головокружительные трюки в исполнении лучших мастеров жанра не смогут оставить равнодушными ни детей, ни взрослых. Тот случай, когда под куполом цирка собраны вековые традиции. На Магнитогорской арене невероятное супершоу. Программа в честь столетия российского цирка. Артисты приготовили для горожан удивительные номера, каждый из которых восхищает и приводит в восторг. Легендарный аттракцион «Созвездие Большой Медведицы» у футбольных ворот и на двухколесных самокатах четвероногие артисты. Дрессировщики рассказывают, бурые мишки трюкам учатся с удовольствием, когда относишься к ним, как к родным. Первое, надо доверять, надо общаться с ними 27 часов в сутки, брать в трехмесячном возрасте, кормить с ложечки, жевать яблочко, гладить. То есть все как обычные дети. Учился, развивался и, главное, не боялся. Один из самых зрелищных номеров в программе – «Бактрианы». На манеже двугорбая грация и величественная красота Востока под руководством заслуженного артиста России Эрика Исрафилова. Затаить дыхание зрителей заставляют номера воздушных гимнастов. Сабрина Шатирова – цирковая артистка в четвертом поколении. Сегодня, как, впрочем, и всегда, на высоте. В Магнитогорск Сабрина приезжает не впервые и признается, чувствует себя здесь, как дома. Город каждый раз меняется. Сейчас у вас открылся новый красивый парк. Я не знаю, как давно, просто в прошлый раз мы когда здесь работали, его не было. И это просто чудесно. Я туда хожу каждый день, я гуляю там прекрасно. Мне тут нравится. Это тот самый город, где я родилась, и через две недели мы уехали в другой город работать. Поэтому я практически на родине нахожусь. Далее в программе калейдоскопом шоу «Иллюзии. Трансформация. Шаг и мат» от виртуозных эквилибристов. И уникальный номер в исполнении гротеск-наездницы Кристины Кузнецовой. На ваших экранах сальто-мортали на скачущей лошади. Подобного в стране не делает никто. За происходящим на арене следили десятки любопытных глаз. Кстати, по традиции от руководства цирка билеты на премьерные представления получили ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. От ярких номеров остались в восторге и дети, и взрослые. Понравилось тебе? Понравилось. Что особенно понравилось? Мне понравилось, когда гимнастка. Мишке понравились. Медведи, да. Пришла с сыном, приехала из другого города специально в цирк. Почтение супер. Все такое красивое, яркое, вот эти вот верблюды, медведи такие. Особенно понравились это акробаты. Акробаты, вот эти их номера, которые действительно очень сложные, очень такие трудоемкие. Я думаю, что действительно цирк в этом сезоне будет как самый хороший. И эти эмоции только от первой части представления. Вторая удивляет не меньше на сцене. Шар смелости. Головокружительные трюки на невероятной скорости. Здесь каждый маневр каскадера выверен до миллиметра. Железных коней на арене меняют редкие племенные. На манеже конноакробатические номеры русские казаки. В исполнении представителей старейшей цирковой династии Александровых Сержев. Аттрактон силы, смелости и мастерства. У нас работают и мальчики, и девочки фактически наравне. Девочки выступают мальчиками, а мальчики стараются выполнять наисложнейшие трюки. И главное, не только выполнение трюка, а еще красивое выполнение сложного трюка. Потому что мы стараемся для зрителей. Эстетика, красота, это немаловажно. И совмещение с трюками. Конечно, наши главные партнеры и главные артисты нашего номера – это наши лошади. Все они жеребцы. Все они наша семья. Финальный выход – логичное завершение программы. Заслуженный артист России Аркадий Шатиров признается, он гордится тем, что за время работы в должности директора сумел привезти в Магнитогорск несколько ярких программ. И это одна из лучших. Но не только премьеру представил Аркадий Игоревич зрителям, но и своего преемника – нового директора Магнитогорского цирка. Семен Салов, в свою очередь, пообещал. Он сделает все, чтобы публике всегда было так же весело и интересно, как сегодня. Конечно, я приглашаю всех жителей города к нам в цирк. Мы приготовили вот эту программу. По-моему, она очень классная. Я видел реакцию зрителей, реакцию детей. Им очень нравилось. Приходите к нам. Мы всегда рады зрителю. Мы будем стараться сделать его счастливым. Программа «Сто лет» под куполом цирка на Магнитогорской арене по 25 августа. Представления ждут магнитогорцев каждую субботу в 12.00 и каждое воскресенье в 16.00.